На совещании под руководством заместителя председателя правительства Дагестана Резвана Газимагомедова были обсуждены вопросы о создании исправительных центров и привлечении осужденных к исправительным работам на предприятиях региона. Отметим, что в рамках подписанного в прошлом году соглашения о взаимодействии между ФСИН Дагестана с Минпромторгом Республики уже проведена работа по информированию промышленных предприятий и муниципальных образований о возможностях создания исправительных центров. Вице-премьер озвучил результаты после проведения работ по исправительным центрам. У нас исполнение по этим поручениям, которые даны, 75%. Это с учетом, что до конца года мы еще создадим. В 22-м году у нас было 400 человек. Исполнение всего 153 месяца мы создали реально. С учетом отставания 22-го года, в 23-м году у нас заключено соглашение дополнительным с Минюстом Российской Федерации и нашим ФСИНом еще 500 мест создать в этом году. На сегодняшний день созданы центры на базе ООО «Дагестан Стекло Тара» и ООО «Каспийский завод стекловолокна». Вместе с тем предприятия подписали дополнительные соглашения с УФСИН России по Республике Дагестан об увеличении до конца текущего года количества рабочих мест на созданных участках до 105 и 120 мест соответственно. В настоящее время на предприятии ООО «Агрохолдинг Татляр» ведется работа по строительству основного здания под исправительные центры и до конца текущего года планируется создать около 100 мест для осужденных. Кроме того, министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов также поделился, что в 2023 году подписано новое соглашение о взаимодействии между Федеральной службой исполнения наказаний Дагестана и с учетом невыполненного показателя по рабочим местам в 2022 году данным соглашением предусмотрено создание в текущем году не менее 500 мест. На сегодняшний день практически исправительные центры функционировали в полном объеме. Единственное, что сейчас идет подбор дополнительных осужденных, которые будут заполнять койко-места, которые там были созданы для предприятия. Учитывая, что и показатели по исправительным центрам тоже изменились, если в 2022 году, Резван Казимович, нам задачу ставили, нам имеется в виду субъектом исправительные центры создавать 25 рабочих мест, то сегодня уже вопрос стоит о 75. Также Халилов подчеркнул, что большой потенциал для использования труда осужденных имеется в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и уборки улиц, который может быть использован прежде всего в Махачкале и других городах республики. Вскоре в рамках совещания с докладом выступил первый заместитель министра по земельным и мощным отношениям Республики Дагестан Хабиб Джанаев. Он рассказал о проделанной работе по переводу земельного участка, расположенного на территории Карабудахкенского района. Ранит земельный участок был в аренде у сельхозпредприятия. В дальнейшем это образованный земельный участок переступлен по договору уступки капитала НЕСК. 27 августа капитал НЕСК к нам обратился к заявлению о переводе земельного участка. 27 сентября в Минемышленном районе вышло распоряжение о изменении категории данного земельного участка в категории промышленности. Сельхозное значение в категории промышленности. Данные сведения внесены в ЕГРН. В завершении совещания вице-премьер в целях исполнения поручения президента России дал ответственным лицам указание проработать с предприятиями курируемой сферы деятельности вопрос создания дополнительных исправительных центров.